Всем добрый день! Сегодня я предлагаю вам рецепт очень вкусного манника. Это манник на кефире с добавлением какао. Манник получается действительно очень шоколадным и очень-очень вкусным. И посмотрите какой он рассыпчатый. Надеюсь мой рецепт вам понравится. Для этого маника вам понадобится манка, кефир, сахар, немного муки, подсолнечное масло без запаха, какао, яйца, разрыхлитель, немного соли и ванилин. Возьмите мисочку, вылейте в нее кефир, высыпьте манку. Все хорошо перемешайте и оставьте на 20 минут, чтобы манка набухла. Возьмите еще одну миску побольше, выложите в нее яйца и высыпьте сахар. С помощью миксера взбейте массу до пышности. Если у вас нет миксера, можно взбить венчиком. У вас получится вот такая белая масса. В небольшую мисочку высыпьте муку, сюда же отправьте какао, разрыхлитель и соль. Соль берите мелкую. Все хорошо перемешайте. Если вы не любите ванилин, можете его не класть. Но я ванилин очень люблю, поэтому я его добавляю. Добавлять его надо к сухучим ингредиентам. В взбитые яйца налейте масло, перемешайте. Выложите подготовленную манку. Посмотрите, как она хорошо набухла. Снова перемешайте. Взбивать не надо, достаточно лишь, чтобы манка хорошо соединилась с яйцами. Настала очередь какао и муки. И также все хорошо перемешайте венчиком. Перемешивайте аккуратно, так как какао будет пытаться у вас разлететься во все стороны. У вас должно получиться вот такое шоколадное тесто. Форму слегка смажьте маслом, застелите пергаментом. И вылейте в нее тесто. Духовку разогрейте до 175 градусов. Пирог выпекайте примерно 35 минут. Это будет зависеть от мощности вашей духовки. Вот такой получился маник. Теперь надо немножко его остудить. Минут 5-10. А затем вынуть из формы. Итак, вынимаем пирог из формы. Для этого я застилаю пергаментом не только дно, но и бока. Пирог можно легко вынуть из формы, взяв за пергамент. Теперь освобождаем пирог от бумаги. Чтобы пирог освободить от пергамента, я поступаю вот так. Покрываю полотенцем и переворачиваю. Как видите, пергамент легко сходит. Чтобы пирог не получился снизу мокрым, я его перекладываю на решетку. И теперь его нужно в таком виде остудить. Когда пирог остынет, переложите его на блюдо. Действуйте очень аккуратно, потому что пирог рассыпчатый. Вот видите, дал трещину. Это я просто поторопилась и неаккуратно переложила. Теперь пирог посыпьте сахарной пудрой. Нарежьте на порции. Можно подавать. Ну что, давайте попробуем. Сейчас я разрежу. Очень легко режется. Крошится. Рассыпчатый. Вот, посмотрите, какой. Очень-очень рассыпчатый. У пирога очень приятный аромат. Пахнет какао и ванилином. Вот такой маник у меня получился на кефире с добавлением какао. Очень пористый, рассыпчатый, ароматный и очень-очень вкусный. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в гости. Будет еще много интересного. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok